Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я иду купаться. Надоела мне эта жара. Решила сходить покупаться. Немножко по селу пройдусь с вами. Посмотрим, какое у нас село. Чуть-чуть поснимаю улицу свою. И вообще немножко. Так же пойдемте со мной гулять по селу. Посмотрим, чем живет деревня. Потому что ко мне сегодня приехали гости. Моя дочка с внуком. И мы все вместе идем купаться. Вот так вот. Купаться мы должны идти по церковь. Там все купаются. Не в нашей улице. В нашей улице не очень хорошо купаться. Там берег крутой. Мы пойдем немножко под ложе. Буду вам показывать, какая у нас деревня. Вот. Трава вся высохла. Давайте будем смотреть. Вот. Травка наша высохла вся. Жара стоит 40 градусов. Вот посмотрите. Это наша улица. Вот туда далеко. Это Кама. А мы сейчас пойдем налево. Чем наша беременность живет? Кто-то строится. Кто-то... Владимир Владимирович попал в кадр. Кто-то строится. Кто-то скотину держит. Вот домик. В нем никто не живет. А жила в нем бабушка старая, Таратанова, Татьяна. Моих детей прабабушка. Домик пустует. Смотрите, я еще помню ее печку. Она свечки делала. Она очень божественная была. Молилась. Так пустует дома наш. Так они у нас пустуют. Вот здесь вот центральная улица. По ней мы пойдем. Смотрите, далеко нам идти еще. Такая наша улица. У кого-то цветет. У кого-то вишня уже поспевает. Поспевает. Посмотрите, какая красивая вишенка. Городики пустуют. Заборы упали. Многих хозяев уже нет в живых. Ухаживать в городе не веку. Вот очень красивые цветы, цикорий. Смотрите. Ириш, пойдемте. Круто. Вот такая наша деревня. Кто-то в огороде работает. Этим и живет деревня. А мы пошли купаться. Давно я не ходила купаться на свою речку. Попробуем. Может быть, еще и вечером сходим. Огорода травой зарастает. Живут пенсионеры. Здесь тоже кругом трава. Вот, посмотрите. Немножко вот дорожка есть. Машины ездят. Тоже все в траве. Вот такое наше село. Здесь тоже никто уже почти не живет. Весь и город тоже зарос. Смотрите. Все огороды падают. Вот такая наша Россия. Не только в нашей деревне, так во многих. Кто-то приезжает. Сюда на ворот приехали люди. Младежь немножко поправляет, обихаживает свои дома. Здесь тоже в этом доме бабушка жила. Сейчас уже ее нету. Этой бабушки. Все эти бабушки приходили к ней на почту. Были веселыми. Получали пенсию. Жизнь кипела. В деревне жила. Был колхоз. У всех кругом было одно дело. Все были дружными. Ой, хорошая лошадка едет. Ну и ее снимем тоже. Ну и попадется. Этой лошадке. Здрасте. Очень интересная. Смотрите, какая лошадка интересная. У меня прям птица. Вот такая деревня. Вот еще одна улица. Там даже остановка есть у нас. А вот этот дом председателя колхоза. его уже нет живых. Он недавно умер, а дом их пустует пока. Смотрите. Так мы живем. Идем тихо. Тихо. Может быть, кто-то уехал из села. Не бывает. Посмотрит. Соскучился кто-то по нашему сяу. И вот я иду и показываю. Вот сад Левина Алексея Яковлевича. Ну, теперь уже, наверное, дети, может быть, приезжают только. Вот. Вот елочки, помню, еще у него были молоденькие. А теперь вон какие большие. Здесь тоже жили когда-то Никитины. А теперь этот домик тоже купили. Если купили, немножко обустраивать. Люди приезжают из городов. Потому что здесь камы рядом. Хорошо. Можно и порыбачить. Можно и покупаться. Ну, люди хороший заборчик поставили. Аккуратненький такой. Такой заборчик я бы тоже хотела, конечно. Но на это нужны средства. А у нас пока до этого еще средства не доходят до нас. Вот такие дела. Иду такая, топаю. Сейчас скоро церковь покажется. И как только церковь покажется, так мы скоро будем поворачивать на речку. Молодежь немножко дома обустраивает свои. Прибирают. Красивые делают. Вот, смотрите. Какие хорошие дома они. Здесь тоже улица. Смотрите, может, кто-то что-то знакомое увидит. Здесь вот даже в огороде детям поставили хорошие игровые какие-то штучки. Такие, чтобы дети купались в огородах. Аккуратненький сарай. Некоторые очки, молодежь особенно. Они работают. Идей вас не прыгают. Травку, конечно, жалко. Травка вся пошелтела. Смотрите. Как и с детства я давно. И сама даже не видела уже давно. Смотрите, какая красота. И колючка точно с детства прям раньше. Ходички были колючие-колючие, а мы их рвали. Вот такая красота. Идем дальше. Всем спасибо, что посмотрели меня. Наверное, уже будет там утомительно смотреть одни и те же улицы. Кое-что я рассказала. А потом сниму еще на речке. Как мы будем купаться. Вот там, посмотрите, вдалеке. Я думаю, что видно церковь наша, старая ледница. Вот там она, смотрите, вот. Красивая церковь. Вот из дома в окно смотрят. Кто это такие думает? Пошли купаться. А это мы пошли купаться. Я пошла купаться. Блогерша такая иду. Снимаю. Аж всем так интересно. Вот. Некоторые меня даже и знать-то не знают. Вот этот дом, например. Вообще они меня вот уже пили. Даже знать не знают. И не представляют его мне даже ничего. Они только приехали. Здесь тоже человек жил. Желтый Николай. Вот так мы и живем. Так живет село. Село большое. Примерно где-то километра два в длину. Если так идти, то два километра. То есть у нас улицы. Вот так вот улицы. А здесь вот идет прогар. Называется прогар. А знаете, почему называется прогар? Потому что раньше село горело. Вот именно сгорела эта часть села. Вот так вдоль села. Поэтому она и называется прогар. Люди посадили капуску. Занимаются огородом. Вот очень ухоженный город. Это дом Тимофеева. Огородик у них очень ухоженный. Вон какое чучело придумали. Смотрите. Такое интересное чучело придумали. Можно даже себе взять на заметочку. Лотцы. Вот у них смородинка, малинка. Все в огороде есть. Вот тоже огородик. Обработали картошечку. Хорошо куча цветет картошка. Птички поют. Не поют уж, а каркают. Некоторые поют. Вороны каркают. Чтоб я решила остановиться, но не могу никак остановиться. Ну ладно. Если кому-то тяжело, не будут смотреть. А другое будет понравиться. Не так часто я снимаю. Смотрите. В нашем пути встретилась черемушка. А черемушка у нас, я хотела еще что-то важное сказать. В селе это самое главное ягода. А уж раньше. Да раньше это и черемушки были. Из нее всякие настойки, компоты сделаны. Смотрите, смотрите, какая красота. Поэтому птицы-то здесь вьются. Черемушка. Вот она какая. Но вообще в селе очень много черемухи. Очень много черемухи. Черемухи, вишни. Садов здесь, конечно, много. Яблонь, вишники. Смотрите, вон там школа имеется. Вон там школа за этим домом. Сейчас мы зайдем до поворота. Я иду ем черемуху. А село наше, еще смотри, туда уходят далеко-далеко. Вот сейчас мы зайдем до центральной улицы. Там как раз где церковь считается улица центральная. Здесь асфальт на центральной улице. Сюда и повернули. Вот тут вот наша церковь. Смотрите. Церковь трех святителей. Очень старинная церковь. Я уже говорила на своем канале. Снимала эту церковь. Но это была зима. Здесь летом лагерь бывает православный. Очень старинная церковь. Когда-то в нашем селе было очень много людей, жило. Церковь была это самым главным объектом нашего села. Люди приходили из соседних деревень, когда были большие праздники, особенно Николу. Церковь стоит на самом берегу Камы. На очень живописном месте. Также мы проходим мимо клуба. Здесь сельский клуб. Вот здесь оборудована площадка для игры. Волейбол играют они тут. Ну и разные мероприятия проводятся хорошие здесь интересные. Очень хороший совклуб у нас. Веселая женщина. Моя соседушка Людмила. Летей она развлекает. Так-то село живет потихоньку. Посмотрите. Давно я ее не встречала. Ох, давно я ее не встречала. Смотрите. Это ковыль. Раньше ее не разрешали. Я думаю, вам видно домой заносить. Так ее любила. Эту ковыль. Раньше не разрешали домой заносить. Идем мимо церкви. Сейчас дойдем мы до Камы. Я вам сниму Каму. Покажу. Извините, что хотела попрощаться. Но я не удержалась. Честно не удержалась. Сама гуляет с великим удовольствием. Просто с удовольствием. У нас здесь звенят колкола. Один раз в год колокольня работает. Хотя у нас здесь молилий дом еще есть. Но церковь реставрирует, конечно, медленным темпом. Вот в нашей деревне у меня здесь много всяких было родственников. Очень близких. Здесь жил мой дедушка Иван. Мой прадедушка жил. Захар Леонтьевич. Он работал в школе, завхозом. Раньше, конечно, хорошей должностью считал в школе, завхозом. Он был коммунистом, Захар Леонтьевич. Это мой прадедушка. Также дедушка Иван. Он жил на берегу, на самом берегу. Дедушка мой жил Иван. Как-нибудь я туда схожу и обязательно сниму. Вот такая деревня. Доченька моя снука уже ушли. Я даже не знаю куда. Далеко уже, далеко ушли. Вот такой спуск, смотрите. Мы спускаемся. Очень крутой спуск. Но здесь еще не такой крутой, как в нашей улице. Вот такая красота зеленька. Не хочу я внука снимать, потому что дочка не разрешает его снимать. Вот так вот поставим еще. Вот такие наши просторы. Вот такие наши просторы. Вот я спускаюсь. Спускаться, конечно, легко. Спуск всегда легкий. А вот подниматься вверх в ногу труднее. Смотрите уже, какой вид снизу. А небо всего, небо. Такое оно чистое. Такое чистое. Чайки летают. Вот уже обзор Кама. Наша река Кама. Я живу в Татарстане. Мой любимый край. Татарстан. Смотрите, какая красота. Такой ветерок дует с Кам. Кам и большая река. Немаленькая. Такая наша дорожка. Сточки цветут. Травы разные. Репейник. Смотрите, какой репейник. Репейник тоже полезный, между прочим. Вот всяких разных мышей. Можно в дырку положить, и мышка уже не пойдет. Смотрите, какие горы у нас здесь. Крутые. Очень крутые горы. Но кто-то все-таки придумал вот такую дорожку. Представляете? И все идут сюда купаться. Вот такая крутая гора. Смотрите, как красиво. Давайте. Какая красота. Не знаю. Народа, смотрю, нету. Купается ли здесь кто-то. Наверное, все-таки купается. Но мы пришли с раннего утра. Никого нету. Всем спасибо за просмотр. На речку я все-таки дошла. Снимала. Думаю, что вам тоже понравилось. Всем хорошего дня. Будьте всегда со мной. Еще я сниму, как я купаюсь обязательно. Это будет очень интересно. Потому что я давно уже и купалась. Смотрите. Какая красота. Ну, как можно здесь не покупаться? Волны. Пенку такую набивают. Вода такая красивая. Вода прозрачная сегодня. Чистая. Ну, вот. Пришли мы все-таки к самому главному месту. Речка. Оставим свои тапочки на бережке. Неправильно, конечно, я поступаю. Сначала попрощаюсь. Ой. Водичка-то теплая. Теплая. Смотрите. Теплая такая. Ой, водичка. Камушки. У меня тут даже не были камушки. Всем спасибо. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok